Вместо грядок озера, вместо овощей рыба, приморский фермер соорудил 12 каскадных прудов и занялся рыбным хозяйством. Почему предприниматель терпит убытки, разбирались мои коллеги из ГТРК Владивосток. Жалко, а ничего не сделаешь, иначе покалечишь рыбу. Ну давай, небольшой растительный. Скажи, что я очень хороший, к следующему, чтобы вырастали. Вот самая сильная рыба. Сеть сегодня Юрий Костин забросил только для того, чтобы показать свой товар лицом. Но журналисты не покупатели, а потому рыба снова отправляется в воду. Первый свой пруд предприниматель организовал 25 лет назад. Сейчас в хозяйстве 12 каскадных водоемов, которые населяют десятки видов рыб. Есть даже японский карп. Наука доказывает, что японский карп у нас не живет. У меня же лет 20 живут. Алтайские раки не живут, а у меня живут почему-то. Вот такие вот, по 150 грамм. Вот только все эти достижения не очень-то интересуют приморских сбытчиков. Покупать рыбу и раков они готовы, но всего по 100 рублей за килограмм. При этом конечный покупатель получает цену в 400 рублей. Юрий Костин уверен, что для населения это дорого, а его хозяйство терпит убытки. Сколько потребуется. Дали бы мне вот эти брошенные все эти болота. Брошенные. Я же просил, выходил. Куда только не выходил. Я бы тут, может, сотни прудов построить. Бесполезно. Леса первой группы не положено. А вырубать леса первой группы под корень, это положено. Впрочем, одной рыбой фермер не ограничивается. Есть в его хозяйстве и виноград, и кедры, и улья. Пока получается, что основной доход приносят именно пчелы. Благодаря им удается поддерживать постоянное количество рыбы и надеяться на улучшение ситуации на рынке. Марина Мышко, ССИТВ, при содействии ГТРК «Владивосток».